Комнаты мечты накануне празднования 90-летия НАУ презентовали в центре содействия семейному устройству «Наш дом». Воспитанники центра рисовали дизайн проекта на бумаге, а затем воплощали их в жизнь. Реализовать проект удалось благодаря финансовой поддержке предприятия «Башнефть-Полюс», входящего в структуру «Роснефть». Уникальность проекта заключается в том, что ребята не только рисовали эскизы своих идеальных комнат, но и сами участвовали в процессе обустройства. Собирали мебель, подбирали обои, занавески, покрывалы и предметы интерьера. Дети потом с очень большим энтузиазмом собирали все это. Вы знаете, у нас комнаты получились индивидуальные, в разных стилях, согласно предпочтениям детей. Воспитанник детского дома Георгий – большой любитель футбола, поэтому свою идеальную комнату представлял по-спортивному лаконичной. Ничего лишнего и сам лично помогал реализовывать взрослым свою мечту. Снимал обои, ну старые, и картины снимал. А вот эти обои сам выбирал? Нет, ну я эскиз нарисовал, а в магазины не ездил. От мечты эскизов к реализации проекта глава региона Александр Цибульский и генеральный директор компании «Башнефть-Полюс» Андрей Комаров убедились в этом лично, побывав в гостях у воспитанников центра. Здорово, тебе нравится? Да, очень. Мне тоже хорошо, красиво. Самые маленькие воспитанники центра в реализации проекта непосредственного участия не принимали. Но они всегда очень рады гостям и подаркам. Гости, в свою очередь, рады дарить эти подарки детям. В этот день Александр Цибульский и генеральный директор компании «Башнефть-Полюс» приняли участие во всероссийской экологической акции «Живи лес». В общей сложности на территории центра содействия семейному устройству было высажено 30 саженцев рябины. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова